Добролётчики Здравствуйте, ребята! Приветствуем вас в самой доброй школе самого доброго клоуна – школе доброты. Доброту глухою слышать может и увидит без труда слепой. Каждый день, что будет нами прожит, позарим давайте добротой. Бескорыстно руку протяните тем, кого постигла вдруг беза. Добрые слова вы говорите, каждому нужны они всегда. Старайтесь быть добрее и сердечнее, благим делам не надо счёт вести. Давайте все мы будем человечнее, лишь доброта сумеет мир спасти. Сегодня у нас очень интересная тема. Все мы хорошо знаем, кто первым в мире полетел в космос. Конечно, это Юрий Гагарин. А знаете, кто первым в мире начал выступать в цирке с кошками? Правильно, это Юрий Куклачёв. И он мой папа. Он первым разгадал эту загадку, как понимать кошек. И этим удивил весь мир. И даже сегодня для многих это остаётся большой тайной. Зачем люди держат дома кошек и собак? Кошки ловят пышей, а собаки охраняют дом. А ещё собаки воспитывают в нас двою и дисциплину. Ведь с собакой нужно несколько раз в день гулять. Да, а с кошечкой хоть и не обязательно гулять, зато за ней нужно ухаживать, убирать, кормить, причесывать, а уж потом и играть. А ещё кошки нас лечат. Они воспитывают в нас внимание к нашим меньшим братьям. Все, у кого дома кошечки и собачки, имеют удивительную возможность общаться с живым миром природы. Они учат нас тоньше и глубже понимать своих близких четвероногих друзей. Это самые верные животные. Если кошка полюбила, то это на всю жизнь. Её могут увезти, а она вернётся. Субтитры создавал DimaTorzok Меня постоянно спрашивают, как дрессировать кошек. Давайте договоримся сразу. Слово «дрессировать» мы использовать не будем, потому что кошку дрессировать невозможно. Она очень гордая и независимая. Недаром, говорят, кошка всегда гуляет сама по себе. В Москве на Кутузовском проспекте есть единственное место на планете, где животных зовут не просто кошечками и собачками, а гордо называют артистами. У них есть полная свобода демонстрировать свои творческие способности. Когда открывается волшебный занавес, и четвероногие артисты с радостью дарят зрителям праздник. Именно здесь дети и взрослые видят, что силой добра и любви можно творить чудеса. Но как же можно находить с кошками и собаками общий язык, да ещё и выступать вместе? Секрет есть, и я вам сегодня его раскрою. Чтобы воспитать кошку, сначала, ребята, попробуйте воспитать самого себя. Потому что кошка признаёт только доброго человека, того, кто сумел сохранить в своём сердце искренность, сочувствие, чувство внимания, уважения, заботы, любовь и доброту. Когда у меня появился первый котёнок, мне захотелось с ним выступать на манеже цирка. По мнению учёных, кошки живут с людьми уже пять тысяч лет и всегда остаются загадкой. Наверное, именно поэтому никто в мире с ними не выступал. Считалось, что это невозможно. Сначала я попробовал их дрессировать, как это делают в цирке. Но метод кнута и пряника не подходил. Научить котёнка тому, что я задумал, не получалось. Меняться он не хотел. И я решил измениться сам. Ну, легко сказать «измениться». Это оказалось непросто. Потому что кроме моего дружеского отношения к котёнку, надо было ещё проявлять к нему особое внимание, быть наблюдательным, увлекаться его играми, радоваться жизни так же искренне и откровенно, как и он сам. На первых порах появилась мысль. А не трачу ли я время впустую? Но ежедневно работая над собой, я вдруг начал замечать и осознавать, что моё терпение и выдержки стали давать результаты незаметно. По крупицам секрет воспитания стал мне открываться. Так, благодаря кошкам, мой папа создал программу по саморазвитию, которая помогла ему взглянуть на мир по-новому и повлиять на самого себя осознанно и целенаправленно. И первое, что он начал развивать в себе, это наблюдательность и внимание. А теперь, внимание, вопрос. Что такое наблюдательность и внимание? Наблюдательность – это умение замечать нужные и важные вещи. Это когда ты можешь выделить главное или особенное в обычных вещах и событиях. Это качество есть у всех людей, но у всех оно разное. Наблюдательность – это когда ты заметил что-то такое, что потом стало очень важным. Наблюдая за своим питомцем, вы научитесь подмечать характерные и существенные особенности в его поведении. Если вы будете развивать в себе наблюдательность, то вы откроете в себе умение фиксировать важные детали. Быть наблюдательным – значит не только смотреть, но и уметь видеть. Не только слушать, но еще слышать. Наблюдательный человек способен за короткое время оценить ситуацию и принять неожиданное, нестандартное решение. Наблюдательность помогает не просто смотреть на мир широко открытыми глазами, но еще и осознавать увиденное, и анализировать, сравнивать и делать справедливые выводы. Играя с котенком, я заметил, что наша дружба крепла. Я начал осознавать себя частью чего-то большего. Общение с моим любимым питомцем отвлекало меня от ежедневной суеты. Я заметил, что чем лучше я стал понимать своего пушистого друга, тем лучше начал понимать самого себя. Котенок приучил меня реагировать на жизненные ситуации быстро и ловко. Я понял, как важно в жизни не терять способность радоваться и восхищаться. Кто считает кошек безмолвными, глубоко ошибается. Кошки постоянно ведут с нами беседу, разговаривают, советуют и предупреждают. Когда в семье возникает ссора, многие кошки прячутся под кровать. А моя стрелка выгибала дугой спину, принимала воинственный вид и начинала громко завывать. Таким способом она привлекала внимание и восстанавливала в семье внутреннюю гармонию. Наблюдая за кошкой-стрелкой, я заметил, что свою привязанность она выражает иногда хвостом. Изокнутый, пушистый у основания хвост, слегка поддергивающийся, говорил мне о том, что она меня любит. Внимание, вопрос! А как ваши домашние любимцы общаются с вами? Если у меня что-то болит, моя собака подходит ко мне и кладет на больное место свою мордочку. Мой кот, когда хочет поесть, приходит ко мне и мурлучит мне на ухо. А моя собака, когда хочет гулять, приносит мне в зубах поводок. Когда наш кот садится у двери и трогает коврик лапкой, то мы понимаем, что скоро с работы вернется папа. Моей кошке нравится, когда я приближаюсь к ней и оказываюсь на уровне ее глаз. Сначала она меня аккуратно обнюхивает, а я в ответ медленно начинаю моргать двумя глазами. Она внимательно смотрит, а затем включает моторчик и начинает бодаться, нежно фырчать, прикасаясь своей мордашкой к моим волосам и тогда я понимаю, что этими доброжелательными действиями она заявляет о своих чувствах. А когда подставляю ладошку, она начинает играть в ладушки, затем ласково тереться и мурмурчать, посылая весть о том, что она доверяет мне и согласна со мной дружить. Иногда кошка своим шершавым язычком начинает облизывать мою голову. Да так старательно, словно я ее любимый котенок. Прическа, конечно, после такой процедуры становится забавной. Кошки любят причесываться, но не все. Некоторым эта процедура не нравится и при виде расчески они прячутся. А у таких пушистиков бывает, что появляются колтуны на шерсти. И чтобы избавиться от них, есть хороший совет. Намочите руку и незаметно побрызгайте на шерстку. И она сразу начнет себя вылизывать. Так можно и приучить ее ухаживать за собой. По движениям кошки, ее мимики, я стал понимать ее настроение. Кстати, вокальные особенности кошки намного разнообразнее, чем это может показаться на первый взгляд. Я определил целый набор звуков и интонаций, которые она использует при общении. И со мной, благодаря кошкам, я начал по-новому смотреть на мир и замечать незаметные детали, на которые раньше не обращал внимания. Любовь к животным помогла мне освоить язык, на котором говорит все живое во Вселенной. Это язык чувств. И этот язык намного богаче и живописнее любого способа общения. Через глаза, мысли, прикосновения и улыбку его удивительное звучание исходит от чистого сердца. Кроме своего дружеского отношения к животным, я начал проявлять к ним особое внимание, увлекаться их играми, радоваться жизни так же искренне и откровенно, как они. Игры в воспитании питомца играют очень важную роль. Через игры мы понимаем повадки наших пушистых любимцев, договариваемся о правилах поведения. Одна из самых простых игр это охота за предметом. Можно смастерить небольшую удочку, только вместо крючка прикрепить кусочек меха или перышко, а можно просто фантик. Можете и сами выбрать, на что ваш друг активно реагирует. Во время игры наблюдайте за своим питомцем. Долго играть с кошкой не советую. Она быстро устает, и тогда у нее пропадает интерес к игре. Если чувствуете, что кошка устала, остановитесь. А через час игру можно продолжить. Сейчас у нас в театре около двухсот кошек. И с помощью игры мы подмечаем их характерные особенности и на их основании строим интересные сюжеты для выступлений. Например, знаменитый номер «Кот и повар» появился следующим образом. Я пришел домой, а моей кошки нигде нет. Захожу на кухню, а она спит в кастрюле. Я сначала сильно возмутился и начал ее отчитывать. А она, невозмутимо поглядывая на меня, продолжала лежать в кастрюле. Вытаскиваю ее из кастрюли на пол. А она запрыгнула на стол и снова залезла в кастрюлю, словно это ее кроватка. Я начал возмущаться, а супруга говорит, не кипятись. Она же тебе номер подсказывает. Кот и повар. Хорошей идеей, обрадовался я. Во время репетиции в манеже кошка прекрасно запрыгивала в кастрюлю, но этого мало для номера. Необходимо было найти острое решение. Только подумал я, и в этот момент, когда я поставил кошку на манеж, из-за кулис выбежала собака и бросилась на мою кошку. Стрелка, недолго думая, словно на дерево, забралась мне на плечо и грозно зашипела. Собаку увели, но кошка продолжала запрыгивать мне на плечо. Вот так родился номер, с которым мы удивили весь мир. Прошло уже 55 лет, а номер не потерял свою привлекательность и актуальность. Субтитры создавал DimaTorzok 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 После того, как вы в достаточной мере овладели первым упражнением вспомните предмет, который вы рисовали у себя в голове и перенесите его на бумагу и не важно, что вы не художник нарисуйте его. Вначале можно рисовать что-нибудь попроще только не смотрите на предмет вспоминайте только мысленный образ и после того, как нарисовали посмотрите на предмет и снова уберите предмет и дорисуйте то, чего не хватало Режиссер Константин Сергеевич Станиславский говорил надо выработать в себе не просто привычку наблюдать а сделать так чтобы не было возможности жить без этой привычки. Так благодаря наблюдательности и общения с кошками мы научимся становиться мудрее а полученные навыки можем потом применять и в жизни. Сегодня мы с вами поговорили о том как общение с животными и умение наблюдать помогает нам подчеркнуть для себя важные и очень нужные в жизни наблюдения. Так доброта снова помогает нам быть хорошими друзьями, внимательными учениками, а когда подрастем стать достойными людьми А наш урок доброты подошел к концу до новых встреч до новых встреч пока добролётчики отважны и смелы справедливость и добро несут они мы на добролёте землю обогнём вместе взявшись за руки весело споём мы хотим учиться мы хотим дружить мы хотим смеяться в мирном мире жить чтоб над всей планетой да-да-да провели любовь и доброта до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч